Девушки отдыхают Каждый помнит сказку «Дикие лебеди», в которой Элиза из крапивы шила рубашки для своих братьев. И ведь не только для яркости сюжета выбрана эта трава. Крапива стала одним из первых растений, которое люди стали использовать для изготовления одежды. Летом в такой одежде прохладно, а зимой тепло. Кроме того, одежда из крапивы обладает антисептическими, антибактериальными свойствами и препятствует электростатичности, что немаловажно для девушек с длинными волосами. И в современное время крапиву не забыли. Кофточки, платья, штаны. Ткань из крапивы мягче, чем из льна, потому что делается из полых стеблей растения. Считается, что такая одежда еще и полезна для здоровья, спасает от радикулита и помогает при ревматизме. Крапива, как всем известно, богата вообще различными витаминами, микроэлементами. Соответственно, для того, чтобы улучшить качество, состояние нашей кожи, волос, можно делать различные маски. Об этом качестве крапивы Наталья рассказала ее бабушка. Теперь каждую весну девушка делает запасы молодой травы, чтобы готовить простейшие маски для лица. А надо-то всего ничего. Смешиваем две чайные ложки измельченной крапивы, одну ложку меда и три молока. Мы берем нашу кашицу, окунаем туда ватный диск и при помощи него наносим на лицо тонким слоем, не задевая область глаз. Польза жгучих листов объясняется химическим составом. В них огромное количество витаминов А и С, которые оптимально увлажняют и увеличивают активность коллагеновых волокон. Калий борется с воспалением на коже, а флавониды и органические кислоты стимулируют реакцию обмена и замедляют процесс старения. Чувствуется, как она освежилась, потому что крапива обладает таким тонизирующим, ярким эффектом. Весной и кожа, и в целом организм остро нуждается в витаминах. Не вопрос. Блюда из крапивы вам помогут и в этом. Светлана, скажите, как часто вы варите вот такой суп из крапивы? Вы знаете, весной постоянно варим. Часто. Ну, раз в неделю стабильно. Во-первых, витамины первое изделие – крапива. Во-вторых, вкусно очень. Итак, для зеленого супчика нам понадобится стандартный набор. Сначала в мясной бульон отправляем картошечку, затем морковку и лучок. Когда они сварились, наступает черед ее величества – крапивы. Добавляем ее в суп в самом конце, чтобы не разварилась. От такого супа остатка никогда не остается. Это точно. Съедаю до самого донышка. Все, окончательно на штрих кладем яичко. Приятного аппетита. Жгуча крапива родится, да в овощах уварится. Полезных свойств у этого растения не счесть. Но ясно одно – применение ей найдется везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова